Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, подписываясь. Также нажимайте на колокольчик, ставите мне лайки. Оставляйте свои комментарии и запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня по просьбе моей подписчицы я сделаю расклад на Татьяну Страхову, которая была убита 22 января 2018 году Артёмом Исхаковым. Я подобный расклад уже делала, и меня попросили также эту ситуацию рассмотреть. Значит, что я сейчас посмотрю? Первое. Первое, это, конечно же, карту. Карту Татьяны и карту Артёма. Что же всё-таки между ними могло произойти? Почему произошла такая трагическая ситуация? А самое главное, что, когда я прочитала эту историю в интернете, Артём Исхаков покончил жизнь самоубийством. Но, наверное, могу так сказать, Карина Залесова была убита молодым человеком, с которым общалась. Но Марк Коньков не покончил жизнь самоубийством. Конечно, эти истории разные, но, тем не менее, трагичность в том, что молодые люди, которым нужно жить, радоваться жизни, а здесь совершаются преступления, убийства и самоубийства. Когда я посмотрела число Фатум, я поняла, что между молодыми людьми было нарушение границ личностного пространства. Вообще им вместе нельзя было находиться, ни в коем случае. Это была фатальная ошибка им соединиться даже в дружбе. Давайте я посмотрю. Если бы, конечно, у меня были даты рождения Татьяны, Артёма, я бы могла поподробнее рассмотреть всю эту ситуацию. Первая. Карта Татьяны. Карта Татьяны. Так, здесь будет видно. Вторая. Карта Артёма. Было ли это преступление спонтанным желанием убить девушку? Возможно, на фоне агрессии. Сейчас я посмотрю. Дальше. Какие были чувства у Татьяны к Артёму? Какие были чувства у Артёма к Татьяне? Дальше. Давайте я посмотрю послание. Какое будет послание у Татьяны? К нам, ко всем живущим. И послание Артёма. Возможно, он тоже что-то захочет сказать. И карты мне это покажут. Первая. Карта Татьяны. Тройка. Тройка. Тройка мечей. Вы знаете, первое, что бросается в глаза, у женщины на этой карте, она скрестила руки в защитной позе, прикрыв энергетический центр. Именно туда любит присасываться сущности, а также человеческие существа и высасывать энергию. Закрыто солнечное сплестение. Третья чакра – это жизненный центр. А вот как раз-таки здесь я могу сказать, что демоны Татьяне навязывали свои идеи и разрушали ее, так как у нее отсутствовал контроль над умом, и уже к ней давным-давно присосались эти демоны и сущности. Воля у девушки подавлена. Она также находится под воздействием сущностей и пяти демонов. Она потеряла свое место во Вселенной. Вот она, знаете, как потеряшка вообще у меня идет. Заторможенность, нарушение работы чакр, духовный центр в первую очередь у нее заблокирован. Ей, вы знаете, не было покоя, нет гармонии, нет источника радости, мало приятных эмоций. Вот даже те люди, которые ее в последнее время окружали, эти люди делали и наносили ей только вред. Карта Артема. Здесь вообще самая жуткая карта. Карта башня. Все, голова не соображает. Сумрак, помутнение разума. Опасная ситуация. Крушение планов, идеалов. Разрушение энергопотоков. Проникновение. В каком смысле? Подселение демона. И произошло это за полтора года до трагедии. Вот те ребята, которые с ними общались, возможно, они поймут, о чем идет речь. Есть одержимость, высокомерие. Разрушить все. Наклонность к убийству, к самоубийству. Артемом, я вижу, что им управляют сущности. Понимаете? Все. Что там с преступлением? Было ли она спонтанным? Знаете, вот по этой карте, я могу сказать, тройка кубков. Она, в общем-то, карта не конфликтная. Но, так как мы сейчас ее будем рассматривать в этом контексте, преступление-то уже совершилось. По всей видимости, под воздействием алкоголя, алкогольных напитков у него была агрессия. Он за девушкой наблюдал, Артем, и она его раздражала. И могу также сказать, вот на фоне алкоголя у него, возможно, были обостренные эмоции. Возможно, он не умел, кстати, веселиться. Но, я что по этой карте могу сказать? Он однозначно кому-то из своих друзей говорил, что он иногда, иногда хочет ее убить, придушить. Понимаете? Вот прямо у него такое было. Вот взять ее и придушить. Вот, знаете, вот он наблюдал, как она веселится, и его это раздражало. Все. Какие были чувства у девушки? Ну, я могу так сказать. Карта-то сама по себе очень даже неплохая. Но, что я могу отметить? Когда-то у нее были чувства к Артему. И, знаете, ее оружие – это кокетство, непосредственность. Романтизм для нее был, для Татьяны, как метод выглядеть более благовидной и привлекательной. Она, кстати, умеет играть с слабостями Артема. И иногда в ее поступках нет логики. И нет логики вообще в ее отношениях к нему. Но зато есть эмоции. И есть беззаботность. Особенно образ жизни в последнее время. Да, чувства были когда-то. Но также могу сказать. Она что-то могла Артему пообещать. Что-то она говорила не только насчет дружбы, а насчет их близких взаимоотношений. И Артем был для нее, прежде всего, идеальный компаньон. Что у Артема? Знаете, я могу так сказать. Рыцарь мечей – это не про чувства, это не про любовь. Это мысли, это разум, который находится во власти темной энергии. Здесь не идет речи о любви. Здесь есть ярость, ревность, раздоры. Он часто сам провоцировал на конфликты. Едко мог иронично что-то говорить. Человек очень импульсивный и горячий. Вот я могу так же сказать. С ним непросто было дружить. Он был мстительный. И, кстати, и таких людей во врагах тоже очень опасно иметь. Он считал себя умным. И могу так же сказать. В нем было достаточно высокомерия на почве того, что он себя считал интеллектуалом. Но ему очень было много дана. То есть когда-то у него была светлая голова, с хорошей памятью, хороший цепкий ум. Но сам по себе этот молодой человек непредсказуем. Еще раз говорю. Управляют демоны. Демоны управляют. Послание. Послание Татьяны. Старший аркан повешенный. Прежде всего, зависимость от алкоголя. Дань современности. Это не только алкоголь. Сами понимаете, что это еще может быть. Я сама себя загнала в этот тупик. Мне нужно было заниматься духовным поиском. Прозреть. Я хотела жить. Обстоятельства были сильнее меня. Послание. Посмотрите, насколько действительно важно. У Татьяны старший аркан повешенный. У Артема старший аркан луна. Старший аркан луна. А здесь вообще история непонятная. Я не знаю, как так получилось. У меня произошел уход в иллюзии. Иллюзии погубили меня. Я боялся ответственности. Запущена программа на самоуничтожение. Мной самим. Здесь что-то произошло. 4 января в 2018 году. Те люди, кто их знали и кто за ними следили. Пожалуйста, отпишитесь, если вы будете смотреть это видео. И напишите, что произошло с Артемом именно 4 января. Если к данному раскладу у вас будут какие-то комментарии, может быть, какая-то информация, пишите, пожалуйста. Если вам понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет находиться номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо же на WhatsApp. Берегите своих детей. Берегите себя. Всего вам доброго. Продолжение следует...